Ассаляму алейкум, рахматуллаху, дорогие братья и сёстры. Страшная трагедия нарушила сон и покой жителей Турции и Сирии. Страшное землетрясение, которое оставило после себя сотни и тысячи жертв, смертей, разрухи, тысячи семей, которые потеряли своих близких, друзей, семей, искренне приношу свои соболезнования каждому пострадавшему и всему турецкому народу и сирийскому народу. «Инна лилляхи ва инна илляхи ра-джи'ун» Все мы принадлежим Аллаху и все мы к Нему возвращаемся. Долгом же каждого из нас, всей уммой, является чувство сострадания, взаимопомощь, отзывчивость в этой страшной трагедии. Каждый, кто чем-нибудь способен оказать посильную помощь, обязан оказать, протянуть руку помощи, братскую руку к этим братским народам. Кто может оказать содействие своей властью, властью? Кто силой? Своей силой. Кто своими средствами, деньгами, деньгами, кто ничто не способен сделать, хотя бы мольбою поддержать в этой страшной трагедии, в этой беде наших братьев и сестер. Дорогие братья, беды и стихии, унося с собой тысячу жертв, предупреждают всех тех, кого не настигла и не коснулась эта беда. Беды — это войско нашего Творца-Создателя. И в этих стихиях кроется величайшая мудрость нашего Господа. И долгом каждого из нас является беречь доброе понимание, доброе отношение к Создателю. Ибо у Всевышнего своя мудрость во всем, что Он творит со своими рабами. Мы часто забываем нашего Господа, ходим по этой земле кичливо и горделиво, притесняя друг друга, забывая о правах слабого. Эти беды — это пробуждение для нас, это предупреждение для нас. И долгом каждого из нас является осознание своей беспечности перед Господом. Понимать и знать, что поведение каждого из нас может повлиять на ситуацию в обществе целиком. Ибо Всевышний Аллах говорит, Всевышний Аллах не изменит что-нибудь в обществе, пока они не изменят самих себя, говорит Всевышний Аллах. Долгом каждого из нас является обращение к покаянию, отход от грехов. Ибо Всевышний Аллах говорит, Аллах не подвергнет своих рабов каре, будучи кающимися. Покаяние, возвращение к религии Создателя и к смиренности перед Ним наше спасение. А у Всевышнего Аллаха прошу, чтобы он принял каждую жертву среди мучеников и шахидов. Ибо в хадисе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи васаляма, сказано, «Васаахибуль хадами» и жертва разрушения является шахидом. Да будет принята каждая жертва этой трагедии шахидом перед Всевышним Аллахом и переполнить сердца всех тех, кто уцелел терпением, стойкостью в их вере и скорейшим облегчением, избавлением от последствий этой катастрофы. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он простил нам все наши грехи. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Прошу Всевышнего Аллаха